Последние два дня рынки падали и многие из вас задумываются, наверное, что же делать, когда рынки падают, и многие аналитики говорят, что и будет дальше падать. Что делать? Продавать акции или нет? Но если продавать акции, это значит уходить в кэш, то есть вы остаетесь с рублями, но рубль-то тоже падает. Может быть купить доллары, но, вам скажу откровенно, и доллары тоже падают, но может быть не так сильно. Что же делать? Ну, хеджироваться, ребята. Сейчас я расскажу, что сделал я. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, сразу могу сказать, что это не для слабонервных, то, что я сделал. Но, тем не менее, посмотрите, что произошло за последние два дня. Но в последнее время тут разные события произошли, и Россия выкатила в НАТО какие-то совершенно безумные требования, типа распуститься НАТО, и там, ну, чтобы сели за стол переговором, сели, послушали друг друга, в общем-то, выслушали претензии, сказали, что да нифига, мы, так сказать, не будем делать. Ну, и, в общем, так сказать, в четверг состоялись достаточно жесткие, как бы, заявления нашего представителя, который там, Рябков, по-моему, был, на переговорах, и это вызвало, ну, резкое падение, в общем-то, рубля. И, соответственно, резкое падение всего российского рынка тоже. Смотрите, рубль упал, во-первых, а, во-вторых, акции крупнейших компаний, ну, в первую очередь, Сбербанка тоже упали. И к чему это привело? Это привело к тому, что индекс РТС упал. Ну, здесь, что можно сказать? Ну, как упали, так и вырастут, может быть. Но, в общем, так сказать, наступает интересный момент. Дело в том, что сейчас американцы уже, так сказать, ну, как бы, началась инфляция в Америке, и американцы будут ее останавливать, то есть они будут немножечко зажимать свой печатный станок, во-первых, во-вторых, повышать ставки немножечко. И поэтому фондовый рынок уже не будет расти так быстро и будут уже работать, я надеюсь, экономические законы начнут работать. То есть, если компания приносит прибыль, то она будет расти, если компания не приносит прибыль, то она не будет расти. И, соответственно, будут акции, которые растут, будут акции, которые падают. Я не думаю, что Сбербанк стоит продавать, я думаю, что Сбербанк стоит, наверное, купить. Ну, а что сделал я? Ну, я, как вы знаете, акции давно уже купил и не собираюсь продавать, и уже вот в этом году по части акции у меня будет где-то начиная, ну там в мае это по РУС-28 3 года будет истекать, вот, но я его вообще не собираюсь продавать. И где-то сентябрь-октябрь уже начинают 3 года с тех пор, как я владею акциями там, ну различными там, в том числе ГМК Норникель, я их не собираюсь продавать и я хеджируюсь. Посмотрите, что я сделал. Когда вот это все состоялось, ну, вы знаете, я торгую опционами и я построил опционную стратегию, которая, в принципе, наконец-то я вот прямо вот вообще уловил этот момент. И у меня на счете было в начале дня, ну или вчера, например, 51 тысяча рублей, вот, а в конце дня у меня эта сумма практически удвоилась. То есть вот сейчас вы видите, на конец дня было 96 635 рублей, то есть плюс 40, практически 6 тысяч, то есть плюс 90%. Что я сделал? Ну, элементарно, так сказать, там, построил опционную стратегию, там, купил путспреды и продал колы, колспреды и все, собственно говоря, ничего нового. Но просто, когда все это началось, я просто все это сделал и смотрел. Ну, падает, ну и хорошо, чем ниже упадет, тем лучше. Ну, он упал вот настолько, что удвоил мой депозит. Мог бы упасть дальше, депозит бы еще больше увеличился. Что произошло? Давайте посмотрим на непосредственно график. Вот здесь вот он начал падать. Вот здесь он был 162 тысячи, индекс РТС, и он упал. Вот здесь вот я остановился и думаю, ну все, дальше падать не будет, собственно говоря. Здесь я обнулил дельту, и вот тот результат, который вы видели, это как раз, когда я обнулил дельту. То есть я, ну, как бы... Можно сказать, продал фьючерсы, что такое нулевая дельта, это значит нету фьючерсов. Ну, дальше продолжилось падение, я снова ее, значит, сделал отрицательной дельтой и еще немножечко заработал. Ну, вот таким образом за два приема, в общем, удалось, то есть достиг уровень индекса РТС сначала уровня поддержки, но потом этот уровень был пробит и пошло немножечко дальше. Ну, соответственно, дальше так дальше. Что у меня получилось? Значит, смотрите. Ну, во-первых, я решил посмотреть на долгосрок, и понятно, что до марта месяца ФРС США прекратит печатание денег дополнительно, потому что началась инфляция, они будут ее останавливать, и это грозит, ну, когда-то обвалом рынка. Что я сделал? Я продал совсем дальние фьючерсы, ну, я в виде опционов. Я, значит, продал опционы кол, вот посмотрите, вот здесь вот, да, я продал опционы кол со страйком 170 тысяч с экспирацией 17 марта. То есть вообще мартовские опционы я продал. Почему? Ну, потому что, во-первых, я не жду, что рынок вырастет, во-первых, то есть я именно продал мартовские опционы. Опционы кол, сколько можно, я их продал. Ну, соответственно, вот посмотрите, что у меня тут. Вот они у меня. Шесть опционов кол продано, три опциона куплены. Ну, почему три куплены? 167 500 куплены, вот они вот, 167 500, и продано шесть опционов. Ну, чтобы ушко было, чтобы продать побольше вот здесь вот. И минус шесть плюс три, значит, получается, ну, вот такая верхушка. То есть, если, если индекс РТС будет ниже, чем 167 тысяч к марту, и если я ничего не сделаю до этого, то, в общем-то сказать, я заработаю здесь 10 тысяч рублей. Если он вырастет до 170 тысяч, то у меня удвоится сумма, то есть 21 тысяча, 22 тысячи рублей будет. Вот такая вот история. Ну, где это будет, соответственно, давайте посмотрим. Вот здесь вот у нас сколько? 170. Ну, в принципе, не так уж и высоко, но на самом деле я считаю, что сейчас и напряжение в геополитике идет, и опять же перестают печатать деньги, и будут повышаться ставки. У нас уже повышаются ставки. То есть, я думаю, что, в общем-то сказать, индекс РТС пока ничего не светит. Во-первых. Во-вторых, ну, мы сейчас очень далеко опустились вниз, значит, сейчас 148 тысяч, и до 170 ползти далеко, я еще успею среагировать, если он пойдет не в ту сторону. Вот вы видите, да? Вот. Ну, и здесь, соответственно, по путам я то же самое сделал, что-то немножечко, потому что, ну, вот сюда идет. И здесь где-то вот, ну, короче говоря, вот я отсюда досюда как-то вот достаточно хорошо и резко заработал вот те самые денежки. Но это дальние, как бы, дальние перспективы. А что текущее сейчас, то есть, это вот та стратегия, которую я построил, мартовская. То есть, если он будет находиться, ну, куда бы он ни упал, я по-любому вот на данный момент получу в районе, сколько там, 7 тысяч рублей. Вот. Не так много, конечно, но это небольшое хеджирование. Как бы вот так вот получается. И будет ли он расти? Ну, не знаю, возможно, и будет. Если будет расти, то, ну, я здесь закрою эту позицию. Вот. Что касается сейчас текущей ситуации, сейчас давайте посмотрим, что у нас сейчас. Сейчас я вот все покажу. Вот. На текущий момент, ну, смотрите, два дня рынок падал. Два дня рынок падал. Значит, ужас, ужас, ужас. Четверг, пятница. И я думаю, что в понедельник все-таки будет некое восстановление. Все-таки немножечко, ну, одумаются люди и что-то сделают. Дело в том, что, ну, в России, так сказать, совсем неплохая макроэкономическая ситуация. Вот сейчас доллар стоит 76 рублей, поэтому, ну, вырастет он немножечко. То есть, может еще упасть, может не упасть. Ну, вот у меня сейчас такая вот картинка. Вот она. Посмотрите. То есть, у меня сейчас 0,58 дельта. То есть, фактически у меня куплена половина фьючерса РТС. 0,58 фьючерса РТС практически куплена. Вот. И сейчас я вот немножечко вот масштаб изменю, чтобы нам посмотреть. Вот так вот. То есть, если индекс РТС, смотрим на красную линию, вырастет. Вернее, мы уже смотрим на голубую линию, вот на эту, на вторую. Вот. Фактически у меня примерно такая ситуация. То есть, если индекс РТС вырастет, а я очень надеюсь, что он вырастет, то у меня немножечко депозит тоже вырастет. Если индекс РТС упадет, то у меня депозит немножечко упадет. Если он упадет очень сильно, то, в общем, сказать, ну, я, наверное, потеряю немножечко денег. Вот. Ну, я надеюсь, что он все-таки подрастет и, соответственно, вот куда-то вот сюда уйдет. Вот. И я буду, ну, мы будем находиться в диапазоне до 160 тысяч в понедельник точно. Вряд ли он вырастет до 160 тысяч. На 10 тысяч рывок это будет. То есть, я думаю, что он будет постепенно расти. И поэтому он будет потихонечку расти вот сюда. И под это распаду я буду идти постепенно к 16 тысячам рублей прибыли. То есть, я добавлю к своим. Вот. Сейчас 92 тысячи. На текущий момент у меня добавится 16 тысяч. То есть, я за неделю все-таки удвою свой депозит. Вот такие расчеты. Но что я могу сказать? Что это опционные стратегии. В них надо понимать. И я об этом рассказывал на курсе по опционам. Там очень-очень сложно все. И если вы не собираетесь этим заниматься достаточно активно, то, в общем, у вас только остается вариант какой. Либо покупать акции, либо еще проще покупать облигации. Но, в общем сказать, акции будут расти. Я уверен, никуда они не денутся. Со Сбербанком все в порядке. С Газпромом, я думаю, тоже все в порядке. Давайте посмотрим на портфель из моих акций. Да, он упал сейчас. Посмотрите, Яндекс больше всех, наверное, упал. Давайте посмотрим, кто у нас упал. Ну, по акциям у меня выше всего. Так, сейчас где тут процент. Вот, в процентах. С тех пор, как я купил акции Распадской, она выросла в 4 раза. То есть, я купил ее по 120, и она сейчас 460. Ну, вот купил я акции Распадской. Вот так вот она стоит. И я держу ее давно. То есть, я покупал ее по 115, сейчас она 466. Нормально, нормально. Яндекс. Я купил в свое время по 2179. Да, он сейчас упал. Но сейчас он стоит 3, сколько там, 3867. Ну, и бог с ним. Все равно Яндекс у меня вырос. Ну, хорошо вырос Яндекс. Полюс золота. Ну, Полюс золота хорошая компания. Да, она немножечко опустилась. Ну, держу и не собираюсь продавать. Газпром. Да, он не так сильно и упал. Будет расти, я уверен. Все хорошо у него. Полиметалл. Ну, Полиметалл немножечко опустился. Так, желтая линия. Это на другом счете я ее купил. А на этом счете у меня, вот она, желтая линия. То есть, Полиметалл. У меня 6 акций куплено. Вполне себе хорошее 34% с тех пор, как я его купил. Полиметалл. Газпром нефть аналогично. Значит, Новотек аналогично. Ну, на 14% он у меня вырос. Транснефть. Транснефть, ну, упал, отжался нормально. И эта акция очень дорогая. То есть, вряд ли вы ее купите. Потому что я ее купил за 141 тысячу рублей когда-то. Сейчас она стоит, вот на текущий момент, сколько? 154 тысячи 500 рублей. Она на 12% выросла. Но при этом она в последнее время упала. Транснефть, что с ней будет? Да ничего не будет. Нефть, так сказать, качается по другому. Транснефть получает прибыль. И очень хорошо платит дивиденды. На уровне 6% годовых. Лукойл. Ну, вот Лукойл сейчас находится на хорошем уровне. Я вообще думаю, что стоит его покупать на этом уровне. ГМК Норникель. Вы знаете, аналогичная ситуация. ГМК Норникелю ничего не грозит. Я думаю, что он будет только расти. И все будет с ним хорошо. Вот. Ну, и традиционные, значит, такие штуки. Это FXVO. FXRV. Это вообще универсальные штуки у меня. То есть, их прямо вот могу спокойно, если вы не хотите ничем париться, покупайте FXVO, FXRV. буквально на всю катушку и все. У меня их куплено по 6 тысяч штук. Это акции глобального рынка. Собственно говоря, и все. Оттуда входит вообще все. Это ETF. И причем их можно купить на любую сумму. Сейчас стоимость одной акции 1 рубль 33 копейки. Поэтому доступно абсолютно всем. И это включает в себя акции вообще не только американские. И, так сказать, там есть и российский, так сказать, вклад там и так далее, и так далее. Это вся мировая экономика. Вот. И вот еще у меня какая штука. Так, у меня, кажется, подвис Квик. Вот. FXGD. Это золото. Ну, можно хеджироваться золотом. Почему нет? Очень хорошая штука. Вот. Теперь дальше у меня акции Мосбиржи. Они сейчас в упадке. И я так понимаю, что это очень хороший момент для того, чтобы их купить. Так. Ну, у меня все зависло на самом деле. Значит, дальше. Обувь России. Очень хорошая компания. В принципе, очень хорошие перспективы. И она на очень хороших уровнях тоже самое. Я думаю, что она будет расти. Дальше у меня РУС-28, НИО. И структурная облигация с защитой капитала стопроцентной. ФКИОП-2. Вот. Ну, здесь уже как хотите. Хотите покупайте, хотите нет. Дело в том, что она дает стопроцентную защиту капитала, но она истекает в 2025 году. Вот. То есть ждать вам долго придется дохода. И доход, скорее всего, будет большой. Вот. Ну, собственно говоря, вот такие. Такая ситуация. Итак, вывод такой. Если вы хотите захеджироваться, если вы хотите захеджироваться, то хеджироваться надо опционами или фьючерсами, то есть которые можно просто продать. Не в кредит, ничего. И на этом заработать, на падении рынка. Но для этого надо очень много знать. И для этого покупайте курс по опционам. Тут без вариантов. Потому что, если вы этого не знаете, то, в общем, скорее всего, вы пролетите. Если вы не собираетесь курс по опционам изучать, если вы не собираетесь изучать срочный рынок, тогда вот такие инструменты, как FXVO, FXRV, FXGD. То есть FXGD – это золото, FXRV, FXVO – это акции мировых компаний. Ну, FXVO в долларах просто, он немножечко дороже стоит. Вот. А тут в рублях вообще рубль 38. Ну, то есть ни о чем. Ну, вот на сегодня все. И в ближайшее время я планирую выпустить, наверное, 3 видео с прогнозами на уже этот год. И, ну, как всегда, финансисты дают прогнозы оптимистичный, реальный и пессимистичный. Вот. Я думаю, что это будут 3 видео с разными ужасами. Поэтому оставайтесь на моем канале. Сейчас поставьте лайк, подписка и до встречи. С вами был Неметков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.